Подвижный, любознательный и улыбчивый малыш ничем внешне не отличается от своих сверстников. И только родные трехлетнего Сережи знают, сколько всего пришлось вытерпеть ребенку. Год назад мальчик начал сильно худеть без каких-либо видимых причин. Родители обратились к врачу. На УЗИ обнаружили аномалию мочеполовой системы. Врачи сказали, нужно удалять почку. Ребенка стали готовить к операции. Но анализы крови оказались плохими и операцию отложили. Причину таких показателей в крови никак не могли найти. И самарские, и московские специалисты только разводили руками. В связи с этим, с высоким показателем, нам предлагают не большую операцию, которая нужна, а делать дренирование только почки, то есть выводят трубочку нам из почки напрямую в октябре. И вот с октября месяца сейчас Сережа живет с этой трубочкой пока вот из почки. Наконец, московский невропатолог предположил, что у ребенка миопатия, снижение работы мышц в почке. Диагноз подтверждается. Ребенка снова начинают готовить к операции в Москве. Но на врачебном консилиуме маму предупреждают, что во время операции у пациента с миопатией может сильно повыситься температура. И снизить ее может только один препарат в мире, который запрещен в России. Они мне говорят, что всего только 2%, что ребенок выживет в ходе операции без применения этого лекарства. На консилиуме сдержала слезы, но вышла оттуда, и мне было очень плохо, конечно, было очень тяжело. Когда мне врачи сказали, ну у вас есть еще ночь, как бы переждать перед операцией, как бы. Сначала я написала согласие, после этого, когда уже ночь, я, естественно, проплакала всю ночь, ребенок уложила и проплакала всю ночь. Утром я встала и сказала, что я не отдам своего ребенка. Специалисты посоветовали искать зарубежные клиники, которые могут использовать запрещенный в России препарат. За сложного пациента согласились взяться только в Израиле, клиниках Адаса. Родителям выставили счет в 53 тысячи долларов, примерно 3 миллиона рублей. Половину суммы уже удалось собрать, осталось еще полтора миллиона. Всех неравнодушных горожан семья просит обращаться за информацией о реквизитах счета в телекомпанию «Самара ГИС» по телефону 202-11-22 или найти группу помощи Сереже Керничному ВКонтакте. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.